Добрый вечер! Сегодня мы продолжаем серию стримов из цикла «Правда о пирамидах». Сегодня у нас третья и заключительная часть стрима о ломанной пирамиде. Автор стрима, ведущий, Ондраш Саба, всем известный исследователь Древнего Египта, режиссер фильма «Истоки вечности». Напоминаем, что продолжается сбор средств на продолжение фильма «Истоки вечности». Все реквизиты вы можете увидеть под видео, в описании видеотрансляции. Все, могу начинать, да? Да, да, хорошо. Отлично. Приветствую всех вас, зрителей, всем, кто присоединился. Ну, а кто будет смотреть стрим позже, вас тоже приветствую. Как вы видите, это уже третий стрим по ломанной пирамиде. Это завершающий стрим, где я буду рассказывать о конкретных конструктивных каких-то особенностях и возможных этапах строительства ломанной пирамиды. Хотелось бы сказать, что этот стрим у нас уже седьмая часть. И в первых частях мы говорили о пирамиде в Завье Телериане. Это была первая и вторая часть. Третья и четвертая часть была о красной пирамиде. Вы сможете все эти видео найти на канале ЛАИ в разделе «Видео». И пятая, шестая и сейчас завершающая части части – это конкретно о ломанной пирамиде. Так много получилось за счет того, что действительно очень много исследований было сделано вокруг и о ломанной пирамиде за последние как минимум 50 лет. И, к счастью, многие из них были опубликованы, недавно практически стали общедоступны. И если немного порыться и постараться все это прочитать, перевести, можно найти очень много очень интересной информации. Поэтому представляю вам все эти детали для того, чтобы вы могли посмотреть на пирамиды, в том числе и на ломанную пирамиду, с немного другого ракурса. Чтобы вы посмотрели на абсолютно все существующие факты, с которыми встретились археологи, исследователи за последние 200 лет. На самом деле они встретились с очень многими, даже противоречивыми фактами, моментами, с которыми действительно до сегодня историческая и академическая наука не знают, что делать. Вероятно, поэтому мало где упоминаются об этих деталях, действительно каких-то четких ответов, связанных с ломанной пирамидой, нет. Как, например, присутствие в небольшом деревянном ящике мумии, найденной в одной из шахт, закопанной в таком месте, где это все было завалено под большими обломками, или в двойной пол в верхней камере пирамиды, где только в 1947 году, после того, как подняли пол, нашли кедровые бревна. И буквально до недавнего времени мы тоже об этом особо не знали, так как черно-белые фотографии или каких-то отчетов в этих раскопках очень трудно, трудно, трудно найти. И оказалось, что эти бревна там застряли со времен строительства пирамид. И это кардинально меняет подход к пониманию и к размышлению о том, что действительно, каково же было предназначение пирамид, когда же они были построены. В первую очередь, вот ломаная пирамида, о которой мы говорим. И еще такой момент, как находка многочисленных надписей, оставленных строителями в таких местах, куда не было доступа ни у грабителей, ни у каких-то путешественников, а только у тех, которые строили пирамиды. О чем и свидетельствуют, собственно, эти надписи и некоторые переводы, удачные фрагменты этих надписей. Поэтому любой исследователь, который попытается разобраться в будущем и понять предназначение, возможные строительные этапы этой пирамиды, должен обратить внимание на все эти детали и попытаться объяснить адекватно все эти моменты, не только те, которые удобны для той или иной теории. Итак, сроки говорил, будем говорить о конкретных конструктивных особенностях, о нарушениях, о которых исследователи начали писать в основном уже последние 50-60 лет. До этого момента исследователи замечали только те, которые копали, тот же Флиндерс Петри, Джон Шейперинг. Они описывали только некоторые детали, которые замечали какие-то трещины, конструктивные нарушения, но какую-то общую картину, какой-то общий анализ они не проводили. Здесь перед вами собраны пять страниц чертежей ломаной пирамиды, которые были опубликованы в 60-х годах 20 века итальянскими архитекторами и инженерами, которые изучали не только ломаную пирамиду, но и многие другие пирамиды в Мемфисе. Они более 10 лет жили и практически исследовали все эти пирамиды, проводили измерения, все это тщательно задокументировали. И что очень важно, они изучили практически все доступные ранее написанные источники, то есть как копали пирамиду, кто копал, что находил, и какое мнение было у того или иного археолога об этой пирамиде. Все эти детали они опубликовали, и на сегодня, кроме текстовых материалов, что есть, к сожалению, их в открытом доступе просто так нет, но кому будет вдруг очень интересно, можете мне написать, я смогу с вами поделиться с удовольствием этими материалами. Чертежи единственные в своем роде, это они то, что сделали в 60-х годах, после них и практически до них таких детальных чертежей не было, и практически на основании вот этих чертежей все и исследуют до сегодняшнего дня пирамиду. Какие-то детали уточнялись в течение вот нескольких последних десятилетий, но конкретно обо всей пирамиде все эти моменты дальше уже не обсуждались. Их чертежи очень детализированные, насколько возможно было это сделать в те времена. Хотелось бы напомнить, что до конца пирамида и тогда не было еще раскопано, да и сегодня она не до конца раскопана, и некоторые моменты еще тогда были засыпаны какими-то каменными обломками, то есть для туристов это, конечно, не было доступно. Здесь видите такой фрагмент из их чертежей, где действительно много-много деталей можно заметить и изучить. На основании этих чертежей наша команда, с которыми я сотрудничаю, архитекторы, мы попытались воссоздать архитектурную модель в Архикаде и также обновленные чертежи с добавлением других деталей, которые стали известны за последние десятилетия благодаря другим исследователям или те детали, которые нам удалось в процессе посещения пирамиды наблюдать, это задокументировали, измерили и также обновили все эти чертежи. Эти чертежи будут доступны на будущем сайте LearnPyramids для абсолютно бесплатного скачивания. Они очень детализированы, здесь вы видите две страницы и еще две страницы этих чертежей. Значит, у нас слева отображается общий план комплекса, справа некоторые планировки и конкретно уже план пирамиды и сечения общие, а уже на следующих двух страницах вы уже будете видеть восточную и западную секции пирамиды уже со всеми деталями. Значит, в первую очередь мы основывались на чертежах итальянских архитекторов ну и другие исследования, которые были сделаны в течение последних лет. Здесь фрагмент. Вы можете увидеть, как детали разработаны со всеми измерениями и изомерами, которые нам известны. Мы это все постарались добавить как раз на этом изображении. Вы видите верхний горизонтальный коридор и сечение двух парт-кулис места. Также мы сделали модель, то есть не только чертежи, а модель. В первую очередь мы строили модель, на основании которого уже и делали чертежи. Надеюсь, всем хорошо видно. Это 3D-модель самого комплекса комплекса ломаной пирамиды с верхним храмом, погребальной дорогой, ну и самой пирамидой. Вокруг пирамиды была небольшая стена, не очень высокая окружающая стена. Мы его восстановили по контуру. Насколько удалось, здесь вы можете увидеть, допустим, храм. С восточной стороны верхний храм изначально в виде, как она выглядела, пирамида-спутница. Ну и самое главное, это внутренняя структура самой ломаной пирамиды. Надеюсь, всем хорошо видно. Все эти модели также будут доступны в первую очередь для скачивания, для исследователей. Вы сможете его открыть у себя, если есть у вас программы. Будет доступно в различных форматах, как и для архикадра, скетчапа и других программ. Но будут также для тех, кто не сможет, не может пользоваться 3D-программами или архитектурными программами, вы можете на сайте в простом просмотрщике сможете в будущем просмотреть эти пирамиды. Например, у нас вот северный нисходящий коридор. Вы можете, сможете вот так войти, ну и просмотреться все, что есть ниже. Все эти модели будут доступны не только для того, чтобы их просматривать. Вы сможете, если разбираетесь в каких-то конкретных направлениях, вы сможете их с помощью этих моделей проводить какие-то уже собственные эксперименты, так как известно, есть многие интересные программы для того, чтобы проводить те или иные эксперименты с пирамидами физические или какие-то инженерные эксперименты. модели создавались для того, чтобы в будущем исследователи смогли дальше детализировать их, то есть добавлять еще какие-то детали. Для этого они и есть в общем открытом доступе. Здесь вы видите место, где находится сама порт-кулиса. Также, кому не будет интересно, допустим, скачивать чертежи, они здесь в программе смогут найти все размеры, так как модель соответствует один к одному по масштабу в пирамиде. То есть все эти детали мы постарались соблюдать. вот мы сейчас находимся в верхней камере, верхней камере, где собственно сейчас поднимусь еще выше, верхней камере, где собственно внизу находятся вот эти деревянные собственно эти деревянные бревна, которые обнаружил Абдельсалам Хусейн. Так, выходим из нашей пирамиды. Показываю для того, чтобы вы получили такую общую картину обязательно надеюсь, что это эти модели послужат действительно толчком для будущих исследователей. Еще раз хотелось бы подчеркнуть такую модель, такой момент, что я заметил в комментариях в прошлом видео, что есть люди, которые считают, что я засомневался в том, что это было построено людьми, которые или цивилизация, которая умела что-то делать. Это абсолютно не так. И если бы это было цивилизацией, владеющая только примитивными орудиями труда, я бы в это верил, абсолютно я бы не занимался этим проектом. А так как уже несколько лет только этим проектом занимаюсь все свое свободное и даже не свободное время. Поэтому говорю, что это создавалось для того, чтобы исследователи действительно могли провести и возможно находить какие-то доказательства для тех или иных теорий, учитывая все существующие факты. И приступаем к ломаной пирамиде. Хотел бы обратить ваше внимание зрителей вас, что если будут встречаться какие-то моменты в этом стриме, которые вам не знакомы или какие-то детали, которые непонятны, советую вам просмотреть после этого стрима или когда у вас будет время желания, предыдущие стримы связанные с ломаной пирамидой, потому что я в каждом стриме практически о каких-то деталях говорил, связанные конкретно с архитектурными или инженерными решениями, которые использовали строители. Здесь я буду о них упоминать, но так глубоко и детально я в это не буду входить, так как получится наш стрим бесконечным. Будьте готовы, наш стрим сегодня будет тоже не коротким, у нас более 120 слайдов кадров, мы это все просмотрим в деталях и попытаемся сделать какие-то выводы. Первый вопрос и вечный вопрос связанный с ломаной пирамидой это то, что она ломаная. Других ломаных пирамид в Египте нет, по крайней мере, обнаружено не было и нам неизвестно. И, конечно, вопрос, почему же она ломаная. Неспроста мы сделали такую заставочку, картинку, что кто сломал ломаную пирамиду. То есть, мы попытаемся разобрать некоторые моменты, которые могут намекать на возможность того, почему ломаная пирамида получилась такой необычной и запоминающейся. должен признать, что в 2014 году, когда я поехал в Египет жить, это была первая по сути пирамида, куда я приехал уже самостоятельно посмотреть. И ломаная пирамида настолько сильно меня впечатлила за счет того, что сохранила свою облицовку изначальную какую-то форму, другие пирамиды этим хвастаться не могут, что до сегодня ломаные пирамиды совсем по-другому могу представлять все моменты и вижу очень-очень серьезный и архитектурный, инженерный, математический подход. И конечно первое же впечатление, что если уже древности его построили таким, и она сохранилась до сегодня так, конечно же никак не могу принять версию о том, что это некое конструктивное нарушение и что-то случилось и архитекторы в итоге решили что-то изменить, чтобы пирамида как бы сохранилась в будущем. Тем более, что пирамиду достроили, а в итоге считается, что якобы не использовали в тех целях, для которого они были предназначены. Важный момент, что в течение всего стрима я буду рассматривать исключительно только опубликованные научные исследования. Почему я это хотел бы так выделить? Потому что у многих вероятно из вас после стрима или в течение стрима возникнут вопросы, что это же очевидно, что это не так, это все говорят одно, а тут Андрош об этом не упоминает. вполне возможно, что такое будет, но хотел бы подчеркнуть, что научные исследования в этом направлении, в котором мы будем сомневаться, что есть, научные исследования не проводились. Никто, ничего, кроме написанных каких-то книг, простых статей о том, что они это не могли, потому что не могли, никто ничего не проводил. подобные назову их философией, подобные рассказы и фантазии ученых, неважно, что это написал физик, химик, архитектор, инженер, если это просто написал на эмоциях без какого-либо доказательной базы, то есть конкретно прорабатывал бы какие-то пункты, а не просто на эмоциях написанные статья и решение, я такие в учет не брал, так как с этой информацией абсолютно мы ничего не можем делать, это просто вывод какого-то человека, который конкретно, судя по его статье или книге, не проводил никакие исследования, так как он в детали не входит. Детали очень важны, как по мне, поэтому будем обращать внимание на опубликованные научные исследования, по крайней мере будем стараться. Среди них будут, конечно, и неофициальные различные мнения, поэтому я постарался действительно широко на все это посмотреть, предоставить абсолютно полную, максимальную картину, чтобы вы получили и смогли с этим дальше пойти работать, интересоваться и изучать это дальше. Значит, самый главный вопрос это форма. В общем, мы можем разделить на две большие категории, почему у пирамиды такая форма, то есть 2 ответа. Первый вариант это то, что пирамида была запланирована именно такой, какая она есть. Второй ответ это то, что пирамиду модифицировали для того, чтобы она получилась уже таким, какой она есть. Но изначально она так не была запланирована. Вот об этих больших двух категориях мы, по сути, будем говорить в течение нашего стрима. Итак, запланированный вариант включает в себя по сути два возможных таких ответа. Первый это символизм, то есть в пирамиде включен какой-то символ, еще раз подчеркну, что я здесь использую и вносил сюда только те, у которых есть действительно какие-то проработки, публикации или хоть что-то конкретизирующее. Второй вариант решения, то есть первый символизм, второй вариант решения это решение архитектора. То есть архитектор по какой-то причине для того, чтобы это было так, он решил построить именно изогнутую пирамиду, никакую другую, а изогнутую. Еще пирамиду называют во многих источниках ромбовидной. Просмотрим эти варианты. Для того, чтобы мы могли их изучить, хотел бы напомнить, что высота пирамиды составляет примерно 104 метра. Нижняя часть, нижняя часть 47 метров, верхняя часть 57 метров, то есть верхняя часть, она немного выше, чем нижняя. Угол наклона нижней части 54 с половиной градусов, верхней части 43 градуса. Эти моменты нам будут нужны для того, чтобы обращать внимание, обращать внимание на конкретно на различные теории. Итак, символизм. Символизм один из тех любопытных моментов, которые не только альтернативные исследователи смотрят, но и в том числе и египтологи. На самом деле идея, вероятно, возникла еще в 40-х годах 20-го века, когда были написаны несколько любопытных статей, исследователи изучали пирамиду и написали, что вполне ломаная пирамида могла бы вписаться в египетское мировоззрение. Должен сказать, что никто из авторов до 40-х годов практически не упоминает о том, что ломаная пирамида получилась такой, потому что там произошли какие-то конструктивные нарушения. Важный момент, который стоит подчеркнуть, что двойственность, то есть у нас есть два угла наклона, пирамида две поверхности. Двойственность это очень сильная характерная черта для египетского мышления. Она присутствует, кто изучает египетское мировоззрение, египетское мышление и письменность, тут абсолютно согласится с этим и понимает, что это присутствует. Некий вот такой дуализм это день-ночь, вверх-вниз, мужчина-женщина, то есть очень-очень много моментов, где египтяне конкретно все делили на две части. И в этом направлении, конечно, было и написано научная статья в 1947 году, когда Абдулсалям Хусейн раскапывал пирамиду и, собственно, находил внутри ящик с мумией совы, находил внутри ящик, да, кстати, вспомнил, встречался встречал в комментариях отзыв такой, что пирамида была создана для совы. Ондраш об этом утверждает. Абсолютно я такое не утверждал, я только констатировал факт, что в пирамиде нашли мумию. Кто туда положил, когда, и пирамида для этого была ли создана или нет, об этом абсолютно никаких, никакой речи не было. Возвращаемся к символизму. Значит, двойственность, как описывал об этом еще Александр Валиль, он был приглашен Абдерсалам Хусейном, египтологом, для исследования. Значит, Александр Валиль, если правильно выговариваю его имя, француз, египтолог, очень много чего сделал для египтологии, но он в том числе изучал и математику и символику. И его статья, это буквально перевернуло тогда мышление о том, что ломаная пирамида, она так и была задумана. И он подчеркнул очень много таких моментов, которые другие исследователи позже подхватили и начали исследовать уже более глубже. Так вот, двойственность или дуализм у ломаной пирамиды присутствует во всей красе. У пирамиды два угла наклона, два входа, две системы помещений, две порт-кулиссы, две камеры, вообще две земли. Это имеется в виду в Египте, всегда писали верхний, нижний Египет, это две отдельные земли. и вот эти решения с цифрой с числом два, это можно продолжать долго. Ну, и в итоге я дописал в конце, что две пирамиды. Две пирамиды имеются в виду, что внутри ломаной пирамиды можем практически наблюдать две пирамиды. А в общем, мы можем иногда в шор посмотреть, как две пирамиды, так как в шоре есть две пирамиды, которые приписываются одному и тому же человеку. Абсолютно не утверждаю, что это гробница или что-то другое, я просто говорю о том, что есть две два сооружения, которые приписываются фараону Снофру, собственно, картушек которого и были найдены на блоках. Проводили много математических исследований для того, чтобы понять, для чего, то есть, какие же соотношения сторон, какие же конкретно размеры и исчисления были использованы для того, чтобы создать у пирамиды ломаную форму. Один из таких известных исследователей это Джон Легон, который много изучал, в том числе и ломаную пирамиду, и другие пирамиды, и на платок Иеза, и Мейдума, и Дахшура. Изучал он в этом направлении довольно далеко продвинулся. Его мнением считаются египтологи многие, хотя он конкретно математикой занимается именно вот изучением древних мер измерения длины, ну и конечно, как это можно сопоставить или использовать для того, чтобы ввести ту или иную пирамиду, как их спроектировать. Также Карина Росси это египтолог, которая также использует это. Все эти моменты для того, чтобы выяснить, какой же математикой пользовались древние строители или инженеры. Важный момент я здесь специально выделил, что это не люди эзотерики, это конкретно ученые, которые занимаются и занимались исследованием пирамиды как наукой конкретно с размерами. То есть это не просто ищут какие-то многочисленные в мире написанные книги с точки зрения символики, эзотеризма и тому подобное. И конечно, когда подобное слышат так скажем и египтологи и в том числе и другие исследователи, ученые, они сразу это отвергают, потому что это будет связано каким-то образом с какими-то там культами, почтениями, с какими-то эзотерическими понятиями. На самом деле эти исследования проводили ученые, поэтому у них они не имеют никакого отношения к эзотерикам. Один из любопытных таких исследователей инженер и архитектор это Сэмюэл Лобой, который написал несколько книг и в первую очередь он изучал соразмерность и соотношение сторон пирамид. У него была задача изучить, каким образом просто с линейкой и циркулем можно создать чертежи не только ломаной пирамиды, но и в том числе великой пирамиды, пирамиды Хефрена, Красной, Микерина и так далее. Он очень много сделал, не просто форму. Здесь вы видите одно изображение из его книги, одну фотографию. Он не просто форму изучал, что как можно создать циркулями линейкой такую форму, он изучал конкретно даже каждое помещение, каким образом те или иные инженеры и архитекторы могли создать, допустим, там большую галерею в Великой пирамиде или саркофаги или какие-то камеры в других пирамидах и почему у них получилась такая пропорция, какую мы видим сегодня. Здесь выделил те исследователи, которые в первую очередь связаны с версией, с идеей символизма Александр Валиль, Джон Легон, Массельмяну Нуцоло, Курино Росси, Семьо Лобой, ну и другие. Практически все из них, кроме Джон Легона и Семьо Лобой, все из них являются египтологами и в той или иной степени они связаны и с египтолог, египтология и их версии, идеи египтологи учитывают и абсолютно не отвергают и поэтому должен сказать, что до сегодня нет как какой-то какого-то однозначного ответа в том направлении, что действительно ломаная пирамида это архитектурное нарушение, то есть какая-то модификация, а возможно это и есть символизм. Конкретного решения до сегодня нет. Следующий вариант, если помните, мы смотрели как запланированная часть, там была у нас символика, и второе это решение архитектора. я его выделил практически в скобках говоря, вот в отдельный пункт, для того, чтобы продемонстрировать эту идею как возможную, которая могла бы существовать, однако есть большое но, что исследование проводилось, причем это было в телевизоре, передача, было специально сделанное в нескольких частях, называется сканеры древнего мира, с инженером, инструктором, с инженером, конструктором, они изучали различные сооружения древние и средневековые, которые были построены на нашей планете, они сканировали их и смотрели их конструктивные и какие-то другие инженерные решения и особенности, конкретно с точки зрения инженера-архитектора. Фильм очень интересен, кому интересно, вы сможете найти не на ютубе, но в интернете есть, называется сканеры древнего мира, там несколько частей, одна из частей связана с египетскими пирамидами. И в этом фильме обсуждается вопрос, что архитектор хочет узнать, что действительно ли у пирамиды имело ли место какое-то архитектурное, структурное нарушение при строительстве. И он предположил, что они засканировали, конечно, пирамиду, там буквально до сантиметра или не знаю, до пяти сантиметров точность нахождения блоков соответствует. Они засканировали как и внутренние, так и наружные стороны пирамиды. И он сказал, что если у пирамиды будет наблюдаться вот такие впадины с разных сторон, значит, конструктивное нарушение есть и вполне возможно, что архитекторы изменили пирамиду, модифицировали для того, чтобы она уже получилась так, чтобы пирамида имела изломанную форму, чтобы облегчить, уменьшить объем пирамиды сверху и давление на нижнюю часть. А внутренняя часть по какой-то причине осела под давлением и внешние грани собственно и впали внутрь. Если бы наблюдал вот такое нарушение, то есть наружные грани они выходили бы, выпуклыми стали бы, значит, тоже наблюдалось бы какое-то конструктивное нарушение, опять же, связанное давлением сверху и буквально блоки изнутри выдавливались бы наружу и это тоже подтверждало бы, что здесь присутствует некое конструктивное нарушение. Однако он это проверить решил очень простым способом. Они взяли и наложили на пирамиду вот такую плоскость, практически линейку, приложили к поверхностям, где сохранилась облицовка и смотрели, насколько будут ли выступать блоки или впадать, то есть будет некая вот такая впадина. Оказалось, что блоки практически полностью прикасаются к этой линейке, то есть никакой выпуклости, никакой впадины не наблюдалось. Он об этом упоминает и делает вывод, что у пирамиды нет конструктивных нарушений конкретно с точки зрения того, что построили ее вот изогнутой и делает в итоге вывод, что пирамида была запланирована именно такой, какая она есть сегодня. Ну и конечно же он говорит, что это шедевр, это потрясающая работа, инженерная мысль и древние строители, кто строил пирамиду, они действительно знали свое дело. Инженера конструктора сдавут Стив Баррлс и после того, когда я видел этот фильм, я начал искать кто же он такой, чем он занимается, он действительно интересные проекты создал в мире и спланировал, и сконструировал, однако используя все эти сканы, которые присутствуют в фильме, никто не пользовался практически этим сканом, никто ничего не публиковал в этом направлении, кроме одного автора, который не является ну, скажем так, не признанным инженером, ни чем иным, он собирает материал и пытается из этого что-то анализировать, очень любопытный человек, он много чего знает, его зовут Кит Хамилтон, однако с его публикациями, исследований мало кто считается, на самом деле его работах довольно много тоже изъянов, то есть он тоже как бы склонен к тому, чтобы не учитывать все факты, а только те, которые удобны для тех или иных теорий. Одним словом, от конкретных специалистов никаких публикаций в этом направлении не было сделано, что также может нам говорить о том, что то, что мы в фильме видели, это было сделано только для того, чтобы поднять имидж данного специалиста с одной стороны, а с другой стороны для того, чтобы нам было интересно смотреть на этот фильм. Должен сказать еще такой момент, они абсолютно практически не изучали внутреннюю конструкцию пирамиды, внутренние нарушения. Их заключение основывалось на том, что вы сейчас видите на картинке, на том, чтобы приложили ровные поверхности, плоскости и смотрели, есть ли впадина или выпуклость у боковых грани пирамиды. Одним словом, такое было, но это не было нигде использовано, хотя еще раз подчеркну, что если такое действительно имеет место и это было сделано специалистами, мы же в фильме, в документальном фильме это видим, то в любом случае все эти данные должны были получить и египтологи, и другие специалисты, инженеры, для того, чтобы проводить какие-то собственные исследования. Это же уникальный эксперимент, который был сделан и должен был быть хотя бы если даже не в общем доступе, для специалистов, чтобы они тоже исследовали, это же уникальная возможность. Ничего подобного нет, так как говорю, никто не публиковал ничего, используя эти материалы, даже за или против, абсолютно неважно, хоть что-то в этом направлении, используя эти материалы, никто ничего не публиковал, к сожалению. И направляемся, значит, в другой наш раздел, запланированный мы рассмотрели, второй раздел это модификация. Это вероятно самая больше разработанная модель возможности постройки ломаной пирамиды и модификация именно с той точки зрения, что архитекторы вносили некоторые изменения в процессе сооружения пирамиды, в процессе постройки и по этой причине получилась ломаная пирамида такой, какой она есть. Возможно, среди зрителей, среди вас есть специалисты, которые могут на основании всех будущих моих рассказов, всех будущих деталей сделать другой вывод. Это будет прекрасно и я бы сказал даже потрясающе, если можно. Поэтому было бы отлично, если бы кто-то это действительно использовал и поделился бы этой информацией. Я расскажу то, что было сделано специалистами и какие выводы они сделали на основании наблюдаемых действительно наблюдаемых нарушений. В модификации, в процессе модификации были такие моменты, которые стоит выделить в отдельные группы или категории. Это первый момент это увеличение пирамиды. То есть была построена одна пирамида, после чего по какой-то причине о причинах мы говорить практически не будем, потому что для нас не особо неизвестны, мы видим только факты. Значит увеличение пирамиды была какая-то маленькая пирамида, его увеличили и создали что-то побольше. Второй момент это трещины и проседания. Моменты, которые опять же наблюдаются у пирамиды во многих местах и конечно они намекают на некоторые нарушения. Третий момент это изменение плана в строительстве. Конкретно имеется ввиду, что внутри были добавлены такие решения, которые изначально вероятнее всего не планировались, ну как например соединительный коридор. Ну и в итоге мы имеем то, что имеем это ломаная пирамида и ее ломаная изогнутая или ромбовидная форма. Впервые в этом направлении сделали исследование и описали все детали. Это Vita Maraglio или Maraglio и Celeste Ambrosio или Ринальди. Итальянские архитекторы и инженеры, которые в 64-м году опубликовали свои отчеты очень-очень детальные, изучая действительно ранее доступные источники и также те чертежи, которые мы видим и сегодня. В их чертежах присутствуют даже такие моменты, которые уже после расчистки как бы пирамиды сегодня стали неизвестны. То есть сегодня стали нам известны. Они изображали они их в перво в первозданном или в первонайденном виде. Следующие исследователи, которые занимались изучением пирамид, изучением ломаной пирамиды, это был немецкий археологический институт, который копал практически вокруг пирамиды, нижний храм. Джузеф Дорнер в 86-м году он решил сделать некоторые замеры и изучить более внимательно фундамент ломаной пирамиды. Важный еще аспект это то, что итальянские архитекторы были первыми, которые предложили версию о том, что пирамида изменялась в процессе строительства, то есть архитекторы вносили какие-то модификации. Они были первые, которые описали в деталях этапы и возможные нарушения. Следующие исследователи, которые попали в пирамиду в 2001 году был Чарльз Ореган, американский египтолог. Вместе с журналистами они получили официальное разрешение, чтобы попасть в пирамиду. Здесь видите на правой верхней фотографии нисходящий коридор. Здесь еще абсолютно нет никаких лесов для того, чтобы спускаться, никакой лестницы. Ну, а внизу видите нижнюю камеру, где вот такие строительные леса поставлены для того, чтобы подняться в соединительный коридор. Сегодня такое уже не увидим. Кому интересно, можете зайти на сайт Гардианс нет Ежипт и можете посмотреть сами эти фотографии и прочитать их отчет. Это, по сути, было первое посещение внутри пирамиды и первые цветные фотографии, которые появились уже после конкретных раскопок Ахмеда Фахри и Абдельсалама Хусейна. После Чарльз Регану никто абсолютно не исследовал пирамиду и поэтому практически до 2018 года с изучением пирамиды никто не занимался, пока не пришли французы и не провели фотограмметрические съемки и не начали исследовать внешнюю и внутреннюю конструкцию пирамиды заново. Значит, вернемся обратно к конструктивным нарушениям. Основание у пирамиды, если помните, я рассказывал, здесь хотел бы добавить несколько деталей. Пирамида была возведена не на скале, а на щебенке, на песке, на глине практически. Под пирамидой, конкретно под блоками пирамиды, скалы нет. Максимум скала может быть только под центральной частью пирамиды, где находится собственно и нижняя камера. Все остальное это уже грунт и песок на поверхности. То, что нам уже известно на сегодня, это то, что угловые камни у пирамиды, конкретно под облицовкой, под углами стоят большие гигантские блоки весом несколько тонн, толщина которых достигает два с половиной метра. это самые толстые блоки, на которые собственно укладывалась мостовая вокруг. Почему это важно? Так как самые толстые блоки укладывались по четырем углам пирамиды, чтобы удерживать углы, исключительно углы. Другие блоки, которые находятся под облицовкой уже вокруг пирамиды, они уже меньше по размеру, где-то два метра, метр девяносто, они стоят немного выше от угловых камней, то есть угловые камни немного утоплены по четырем углам. Пирамида, сама облицовка пирамиды была возведена на мостовой, которая была поставлена на землю или на песок. Здесь я обвел красной линией контур основания пирамиды. Угловые блоки большие, толщина их два с половиной метра по четырем углам и, собственно, идет мостовая вокруг, тоненькая, которая выступает от, то есть неширокая, выступает от облицовки буквально на пол, на пол метра. Дальше уже были найдены, было найдено фрагменты того, что дальше мостового, мостового, конкретно мостовой не было, а пол буквально штукатурили или заливали раствором. Под самой пирамидой толщиной где-то два с половиной метра, немного более двух с половиной метра, это грунт и песок, то есть пирамида практически стоит на грунте и песке, а скала находится на два с половиной метра где-то ниже этого всего, ну и ближе, конечно, к центру пирамиды. На этом слайде вы видите саму собственно облицовку, то есть здесь у нас расстояние толщина где-то немного более двух с половиной метров, а скальное основание, что мы знаем точно, так как египтологи наблюдали здесь и находили фрагменты, где облицовка обсыпалась скалы именно в этом месте и в этом месте, поэтому и сделали вывод, что где-то в этом месте находится скальное основание пирамиды, но только вот в нижней камере это заметно. Для того, чтобы мы понимали структурные нарушения в пирамиде, хотел бы напомнить, что у пирамиды есть два входа, северный и западный вход, нисходящие коридоры, северный и западный, после чего идет предкамера после северного нисходящего коридора, нижняя камера, так называемый дымоход, соединительный коридор, горизонтальная камера, две порт-кулисы и верхняя камера. Мы будем упоминать об этих деталях дальше, поэтому хотел, чтобы вы все обратили на это еще внимание и вспомнили. Первый момент это сдвиг, который наблюдается в северном нисходящем коридоре. На расстоянии от входа мы точное расстояние знаем, так как облицовочные блоки входа остались. На расстоянии 12,6 метров есть небольшой сдвиг. Угол коридора в этом месте даже меняется. В начальном этапе первые 12 метров 28 градусов, ниже уже идет 26 градусов. Сдвиг выглядит таким образом. На 23 сантиметра верхняя секция нисходящего коридора сдвинулась снизу. Причем сдвиг наблюдается как и сверху, так и снизу. Идентично. Еще небольшой сдвиг наблюдается на один блок. Тут расстояние всего один блок на расстояние дальше. Тут уже спуск идет где-то 8 сантиметров. То есть небольшой сдвиг здесь тоже наблюдается. Физически этот сдвиг очень хорошо виден внутри. Вы здесь можете это наблюдать. Где собственно вот такие трещины заметны в стене. В этом месте оно получилось за счет того, что секция длиной 12,6 метров секция вместе с облицовкой и складкой она двинулась вниз. Она соскользнула вниз и соответственно получился вот этот сдвиг на 23 сантиметра. Это получилось вероятно за счет того, что здесь почва была более рыхлая, не настолько хорошая подкладка и фундамент под блоками в этом месте и соответственно под большим давлением это сдвинулось вниз. Посмотрим с другой стороны. С другой стороны тут любопытный момент. Западный нисходящий коридор от входа вход также мы знаем точно где находится от входа на расстояние 10,6 метров наблюдается в стене не только сдвиг. Вернусь обратно на всякий случай еще. Хотел бы подчеркнуть, что здесь не только сдвигом наблюдается, здесь кладка облицовка она идет по окружности, то есть здесь стыков между блоками они не не переходят один блок на другого не перекрывают. То есть конкретно какой-то связки нет, поэтому она спокойно может соскользнуть. Здесь мы наблюдаем небольшой сдвиг, буквально несколько сантиметров, но не 23, если не ошибаюсь, 5 сантиметров сдвига. Посмотрим ближе. Но здесь мы видим периферийный шов, то есть такой же, как и с той стороны, на расстоянии 10,6 метров, мы видим периферийный шов, то есть вокруг нет никаких стыков, камни и блоки не стыкуются друг с другом, не переходят. И соответственно эта часть тоже может двигаться. А большая довольно трещина, она наблюдается уже немного ниже, буквально на метр ниже, где блоки сдвинулись на 5 сантиметров, тоже вниз. Только здесь обратите внимание, если вернемся обратно. Здесь у нас сдвиг, то есть внешняя часть сдвинулась вниз, северная часть коридора, то здесь у нас сдвиг внутренняя часть коридора. Как это выглядит? Выглядит таким образом, что вся нижняя часть западного нисходящего коридора, она буквально рухнула вниз на несколько миллиметров. Откуда мы это знаем? В первую очередь это то, что есть изгиб коридоре, то есть верхняя секция это 39 градусов, а нижняя секция 24 градуса. Кроме этого, нижняя часть настолько разрушена. и в отличие от северного нисходящего коридора, вернусь обратно, от северного нисходящего коридора, где от влаги разрушается, она впитывает в себя влагу, известня как губка, и начинает стены отслаиваться внутрь и ссыпаться, поэтому мы здесь, когда спускаемся в нисходящий коридор, мы видим, как будто мы спускаемся в пещере, а в верхней секции мы видим очень качественно сохранившиеся облицовочные блоки, то в этом месте мы видим разрушение вот в этой секции, хотя она находится гораздо выше основания пирамиды, то есть это собственно в теле пирамиды, но сдвиг наблюдался именно, наблюдается именно внутри, за счет того, что начались блоки, все трещины пошли по западному нисходящему коридору, и это все начало разрушаться, а в отличие от верхней секции западного нисходящего коридора, вы видите, здесь блоки сохранились очень-очень хорошо, это верхние около 10-11 метров, вот настолько все четко сохранилось, о чем все это говорит, это говорит о том, что с этой стороны, с западной стороны, внешняя кладка, она никуда не двинулась вниз, возможно, в этом месте подкладка и фундамент был правильно сделан, или более плотная, твердая почва стоит под этим местом, лежит, а под центральной частью, где находится западный нисходящий коридор, здесь был плохо сделан фундамент, кроме этого, почва довольно рыхлая, возможно, с какими-то пустотами, и это все рухнуло вниз, даже несколько сантиметров, оно вот дало такие серьезные нарушения. Итальянские архитекторы сделали после этих наблюдений, о которых я вам рассказал, они это все тщательно задокументировали, с несколькими изменениями эти наблюдения были повторены другими уже исследователями гораздо позже, в других отчетах, в первую очередь он очень много сделал в этом направлении, он изучал тщательно ломаную пирамиду, и были наложены друг на друга, как вы здесь видите на этом разрезе, наложены друг на друга конкретно чертежи этих двух секций, западного и северного нисходящего коридора. И как вы видите, место именно периферийного шва, где блоки не состыкованы друг с другом, они совпадают, это конкретно в тех местах, где стрелочка показывает, они не совпадают, то есть они совпадают друг с другом, кроме этого, в этом месте еще наблюдается та трещина и сам периферийный шов был измерен в этих местах, и здесь наблюдается то, что внутренняя часть, вот это, здесь же осыпалась часть облицовки, трещина пошла, угол наклона вот этой грани 60 градусов. Мы это можем наблюдать, когда спускаемся вниз по северному нисходящему коридору, вот видим 60 градусов стену, причем поверхность этих блоков она обработана в эту сторону, что может свидетельствовать о том, что это действительно когда-то была внутренняя грань, то есть грань какой-то пирамиды, которая находится внутрь, внутри. Еще один момент, который может послужить доказательством того, что внутри ломаной пирамиды находится еще одна пирамида углом наклона 60 градусов это то, что как и в северном, так и в западном нисходящих коридорах именно после периферийного шва, после вот этой трещины или сдвига находятся вот такие отверстия в стенах с двух сторон. Эти отверстия могут свидетельствовать о том, что здесь когда-то был какой-то запирающий блок изначально. ну или возможно порт кулисах, но не та, которая опускалась, а просто как пробка, которая опиралась в какие-то возможно деревяшки или каменные выступы с этих отверстий. Здесь вы видите северный сдвиг, а в этом месте также видны отверстия с двух сторон в западном нисходящем коридоре. Здесь у нас периферийный шов, только за счет того, что трещина пошла ниже, это может говорить о том, что здесь наверху была какая-то связка все-таки с одной стороны, а с другой стороны то, что как бы проседание почвы это было именно в нижней секции коридора, а не верхней. и так на основании этих данных о том, что мы наблюдаем сдвиг в западной в западном нисходящем коридоре и в северном, мы можем сделать такой предварительный вывод, что первый этап строительства пирамиды, вообще не важно, что это было запланировано или нет, первый этап это было возведение пирамиды углом наклона 60 градусов здесь толстой красной линии я выделил вот наш первый этап, чтобы мы представили пирамида конечно не было закончено до какого-то уровня то какой-то высоты они дошли и после этого вносили какие-то изменения второй этап начался по неизвестным причинам а именно втором этапе они начали пристраивать наружные наружную кладку ту кладку которую мы видим сегодня кладка которая идет под углом наклона 54,5 градусов и в этом месте архитекторы решили блоки укладывать уже не горизонтально а под наклоном внутрь в среднем наклон блоков составляет 7 градусов это варьируется в основном нижние блоки они больше имеют больше угол наклона а верхние меньше верхние блоки могут быть там и 5 и 6 градусов нижние некоторые блоки достигают вот угол наклона их укладывали 13 градусов когда они уложили все эти внешнюю поверхность пирамиды пирамида не было вероятно закончено они это все укладывали и в процессе строительства вероятнее всего произошел этот сдвиг почему в процессе про строительство позже мы об этом еще будем говорить значит северной стороны за счет того что почва была неправильно подготовлены и фундамент был неправильным северная сторона сдвинулась вниз произошел сдвиг а западной стороны внутренняя часть за счет того что тут была плохая или рыхлая почва неправильный фундамент сдвинулся вниз просела собственно после этого за счет того что трещины они заметили уже после второго этапа когда сделали и проседание они заметили решили изменить якобы строителей угол наклона пирамиды и построили ей его такой какую мы видим сегодня то есть 43 градуса в верхней части пирамиды для чего это они могли решить для того чтобы уменьшить уменьшить нагрузку на центр пирамиды конечно с трудом это все представляется но подчеркну что это конкретно исследователи архитекторы которые сделали подобные выводы возможно кто-то может на основании всех этих данных сделать иные выводы это будет очень любопытно поделитесь пожалуйста с нами на основании этих данных мы можем восстановить вот такую реконструкцию значит сначала у нас построила строители построили пирамиду углом наклона 60 градусов после этого по какой-то причине они решили увеличить угол наклона то увеличить пирамиду с другим углом наклона начали пристраивать давление уже пошло вниз и мы продал и продолжили строительство и соответственно все это рухнуло вниз начала сдвигаться вниз северная часть в западной части внутренняя секция и они решили давление уменьшить и уменьшить и построили верхнюю часть уже под углом 43 градуса и в итоге якобы получилась пирамида такой какой она есть сегодня и видим предположительные четвертый этап строительства это только предположительные она могла бы иметь место возможно по той простой причине что пирамида изначально должна была иметь длину 157 метров у основания в итоге пирамида которую мы видим сегодня 189 188 с половиной метров длина основания однако если мы продлём линии верхнего угла наклона вот эти 43 градуса если продлём у нас получится красная пирамида у красной пирамида 200 с копейками длина основания и верхняя часть пирамиды и абсолютно идентична красной пирамиды если бы его продолжили строить в этом направлении и вполне возможно что строители это хотели сделать или планировали это сделать но в итоге они до этого не дошли это как предположение которое было сделано тоже исследователем напомню что высота вот у красной пирамиды такая же как и у ломаной пирамиды практически 104 метра это изначальная высота угол наклона немного более 44 градуса 44 градуса кстати наблюдается и у красной пирамиды в некоторых местах среднее значение было взято как как 43 градуса ну и у красной пирамиды длина основания 220 метров каким бы и получилась по сути ломаная пирамида у нас еще раз пройдемся значит первый этап пирамида 60 градусов второй этап 40 54 градуса а третий этап у нас уже 44 градуса или 43 градуса пирамида посмотрим что могло произойти внутри что что видели строители когда наблюдали за всем этим процессом внутри раз уж были некие конструктивные нарушения им нужно было и во внутренней конструкции что-то менять то есть мы все еще посмотрели только вот внешнюю часть и нисходящий коридор но возможно что-то наблюдалось и внутри считается что первым шагом при строительстве это была нижняя секция нижняя секция камеры помещений то есть нисходящий северный коридор предкамера и нижняя нижняя камера собственно по какой-то причине строители решили построить верхнюю секцию и отказаться от западную секцию и отказаться от северной это было сделано исследователями как предположение на основании всех тех данных которых я говорю даже если это действительно звучит абсурдно потому что выглядит все очень спланированно но очень трудно найти действительно как какого-то вот разумного или как сказать адекватного объяснения всем тем деталям которые наблюдаются по какой-то причине строители решили построить западную секцию западный нисходящий коридор горизонтальный коридор и собственно верхнюю камеру однако за счет того что они пристроили внешнюю грань пошел сдвиг или проседание внутренней части нисходящего западного коридора они увидели все эти нарушения и собственно решили не использовать западный коридор больше ни для чего так как она начала разрушаться вообще при в процессе строительства ну или в процессе того как пристроили вот дополнительную часть они решили западный западную порт кулису опустить поэтому мы и нашли западную порт кулисы в опущенном виде то есть исследователи обнаружили причем она была замазана с двух сторон раствором как и с западной стороны так и так и с восточной стороны а весь нисходящий коридор практически засыпали огромными обломками камней блок камней мусором и западный вход закрыли пробкой то есть абсолютно об этом входе никто не знал ну а для того чтобы каким-то образом передвигаться и попасть в эту камеру соответственно они решили сделать соединительный проход о том что это было сделано в процессе строительства и о том что это те которые строили пирамиду они знали внутреннюю конструкцию пирамиды свидетельствует сам лучше всего это соединительный проход именно через соединительный проход который обходит дымоход не попадает прямо в дымоход обходит его по кругу и входит точно вместе ниже западного западной порткулисы между восточной и западной порткулисами входит в горизонтальный коридор в прекрасном и удобном месте что свидетельствует о том что они вышли там где им надо почему это интересно и что они туда попали еще на самом деле здесь идет под наклоном этот коридор нормальный человек если бы он не особо знал или те грабители которым могут это приписывать другие если бы не особо знал где находится эта камера он бы прорубал это горизонтально ну то есть по уровню кладки как идут камни-блоки они по этой кладки и прорубали бы а на самом деле это прорублено под наклоном то есть через несколько рядов вкладки что опять же свидетельствует о том что те которые пробивали этот проход они прекрасно знали внутреннюю конструкцию пирамиды ориентировались абсолютно непонятно каким образом в пространстве и соответственно было запланировано входить в верхнюю секцию камер помещений через северный нисходящий коридор по соединительному проходу однако это довольно неудобно и для этого были сделаны некоторые дополнительные решения в первую очередь постройка лестницы в нижней камере остатки этой лестницы и следы этого мы видим в нижней камере и в предкамере если вы вспомните я говорил о том что на стенах этих камер видны остатки штукатурки розовой и в этой камере практически вот до этого места была найдена гора обломков камней разбитых все это было здесь найдено перингом 1839 году в этом месте вы видите контуры нарисованной лестницы которые еще нарисовали итальянские архитекторы когда исследовали собственно пирамиду они это эти детали все заметили я здесь обвел вот это место красной линией предположительно в этом месте было был сделан и поднят пол до этого уровня приблизительно до окошка самого дымохода остатки как я говорю штукатурки и блоков здесь были найдены и предполагается что те которые спускались вниз они поднимались вверх по лестнице до этого места возможно возможно что здесь было еще выше подъем практически до до соединительного прохода если вы продолжите здесь вы можете практически до соединительного прохода дойти если это действительно могло иметь место но следы были обнаружены до того до того места где начинаются ступени здесь видите начинаются ступени нижней камеры здесь на этом рисунке вы видите реконструкцию этого момента то есть ступеньки идут до этого места а здесь возможность стояли какие-то леса или какие-то лестницы о чем свидетельствуют отверстия в стене с четырех сторон в нижней камере итак верхней камеры тоже наблюдаются изменения если вспомните мы об этом говорили сейчас покажу как она выглядела изначально когда обнаружил Абдулсалам Хусейн он когда в 1947 году попал в эту пирамиду он не знал верхнюю камеру он не знал что там есть деревянные деревянная конструкция он обнаружил каменный пол вымощенный качественно из огромных блоков и причем пол в несколько слоев здесь фотографии этого пола единственное что в юго в юго-зап в юго-восточном углу он обнаружил то есть в северо-восточном углу он обнаружил вот отверстие которое здесь видно на фотографии и он решил что здесь грабители что-то искали и он начал разбирать все это пространство для того чтобы найти некую скрытую камеру в итоге он обнаружил то что обнаружил и то что мы видим сегодня когда поднимаемся в эту камеру всю эту деревянную конструкцию и среднюю вот такую небольшой подъем который был пристроен уже позже все эти изменения вероятнее всего были сделаны позже строителями в процессе когда уже камера была готова однако решили по какой-то причине внести опять же какие-то конструктивные изменения 2018 году было проведено фотограмметрическое исследование многих великих пирамид Египта вы можете найти этот документальный фильм если не ошибаюсь есть и на ютюбе название видите здесь разгадка тайны пирамид конкретно четвертая серия докшуре докшурских пирамидах эти данные были переданы нескольким исследователям после того как провели фотограмметрическую съемку и исследователи после этого начали публиковать некоторые отчеты наблюдения и исследования и начали корректировать те чертежи которые сделали итальянские архитекторы потому что какие-то изменения действительно наблюдались в первую очередь в ломаной пирамиде наблюдались структурные нарушения и изменения в верхней камере фотограмметрическая съемка помогла в том чтобы восстановить и воссоздать те этапы строительства которые строители по которым строители возводили это помещение или переделывали под какие-то непонятные для нас цели задачи здесь вы видите скриншоты из фотограмметрической съемки верхней камеры благодаря фотограмметрии выяснилось точный размер камеры и оказалось что у итальянских архитекторов размеры высота высота помещения она ошибочно вероятно им не удалось добраться до потолка поэтому они приблизительно посчитали высоту и и описали в чертежах оказалось что на самом деле эта камера имеет такие же размеры как и нижняя камера высота 17 то есть 14 14 метров а ступени всего 15 как и в нижней камеры итальянские архитекторы ошибочно считали что высота камеры 16 метров ступени если не ошибаюсь 16 или 17 ну это было изменено после именно фотограмметрической съемки это первая деталь вторая деталь то что удалось восстановить конкретно этапы этапы изменений внутри верхней камеры здесь вы видите две секции 2 разреза верхней камеры как она выглядит сегодня а сейчас пойдем и посмотрим этапы строительства его восстановил фрэнк муни это архитектор и инженер который был собственно и консультантом на этих документальных в этих документальных фильмах ему были переданы некоторые детали которые интересовали этой фотограмметрической съемки на основании которого он сделал собственно довольно интересные наблюдения исследования значит видите первый этап строительства этой камеры она выглядит абсолютно так как выглядит нижняя камера с четырех сторон ступенчатые ступенчатое перекрытие то есть сложный свод поднимается наверх 15 ступеней высота 13,9 14 метров плюс-минус несколько сантиметров вторым этапом то есть это у нас первый этап был или он назвал как первые первый этап или оригинальная оригинальная стадия и они по какой-то причине строителей приступили к первым изменениям какие изменения они вносили они начали обтесывать нижние несколько ступеней как вы видите обтесывать их для того чтобы возвести или сделать создать на этом уровне пол а если уж здесь бы построили пол здесь бы от пола начиналось бы сужаться камера возможно это для их каких-то целей было бы неудобно они начали стесывать на фотограмметрическая съемка было заметно все эти следы зубил следы каких-то других инструментов возможно и от того что зубилами они начали это стесывать эти части это все начало еще больше сыпаться и пошли некоторые трещины по стенам создали сделали пол в этом месте однако после этого приступили к следующей стадии почему-то они решили и это изменить и начали стесывать верхние ступени стесали верхние ступени не до самой верхушки то есть среднюю секцию ступеней и создали собственно второй пол второй пол это и то есть тот пол который мы видим на реконструкции здесь уровень первого пола второй пол это что как в таком виде обнаружил собственно абдельсалам хусейн верхнюю камеру после чего начались разрушения и трещины по потолку непонятно по каким причинам от давления или нагрузки пирамиды сверху или они блоки потрескались в процессе того когда они пытались это стесать абсолютно неясно нарушение они наблюдались и это все разрушилось до той степени что мы видим собственно сегодня только пол убрал абдельсалам хусейн убрал пол и осталось то что мы наблюдаем здесь видите разрез 3d разрез этого этой камеры однако не только внутри были замечены фотограмметрическими съемками изменения и нарушения но и в облицовке так как до этого момента особо никому не удавалось наблюдать и исследовать облицовки не просто снизу а на уровне глаз как говорится и вблизи в восемнадцатом году сделали съемки и облицовки вокруг пирамиды и наблюдается вот такая любопытная деталь это северная грань пирамиды здесь внизу вы видите видите сам вход место входа посмотрите на облицовку сколько она волнообразно идет снизу это абсолютно незаметно должен сказать снизу это выглядит как будто все ровненько действительно а наверху вот эта волнообразность хорошо наблюдается здесь я нарисовал линию по одной кладке постарался нарисовать насколько она гуляет здесь можете увидеть и здесь есть с другого ракурса немного это тоже северная грань обратите внимание не просто на то что это гуляет волнообразно а на то что было из были использованы различные блоки для того чтобы построить и облицовать пирамиду вот это здесь хорошо видно насколько высокие блоки а здесь такие узкие идут и в этом месте тоже все эти детали помогли в том чтобы сравнить две пирамиды здесь мне удалось сделать такую близкую фотографию верхушки пирамиды хеферена и вот провел тоже красную линию для того чтобы вы видели насколько здесь по-другому блоки уложены здесь по высоте блоки стандарт стандартизированы практически возможно они сужаются но в одном ряду блоки одинаковой высоты абсолютно и оно практически полностью совпадает здесь немного посередине пытаюсь приблизить посередине мы видим вот такой как будто как бы красная линия идет немного выше вот самой кладки но я не исключаю что это получилось за счет того что какие-то искажения и объектив фотоаппарата может издавать тем более что я из середины фотографирую ну и плюс еще издалека на зуме она может издавать вот некая ну сгибает пространство или картинку вот кроме этого это еще помогло фотограмметрическая съемка помогло понять немного больше вот такие моменты в пирамидах в первую очередь ломаной пирамиде как заплатки использовались заплатки в первую очередь в тех местах где были нарушения и трещины то есть больше всего заплаток сосредотачивается в тех местах где мы видим разрушение облицовочных блоков трещины которые вырезались каким-то образом и вставлялись туда каменные пробки или заплатки видите восстановленную такую реконструкцию вот этой части стены где собственно и видны вот эти заплатки хорошая реконструкция с точки зрения того что здесь вы можете видеть и трещины и разрушения и больше всего вот количество этих заплаток наблюдается именно в тех местах где и видны больше всего трещин другие трещины они могли и как бы могли случиться уже после того как пирамида возможно было брошено очень любопытный момент что вот следы вот этого ремонта пирамиды древнего конечно это было сделано теми которые и строили пирамиду или хотя бы они владели такими же умениями технологиями и подходом как и сами строители пирамид потому что эти пробки они просто изумляют когда вы к ним подходите они настолько четко подходят к своим местам и каждая пробка это было индивидуально подготовленное подготовленный блок небольшой под каждое конкретное место только тут вопрос что зачем на высоте 40-50 метров куда абсолютно просто человеческий глаз не видит не замечает эти трещины для чего это все заделывать это это очень трудно представляется и если это произошло допустим через некоторое время после возведения пирамиды то это сколько там строительных лесов и все это нужно было подготовить для того чтобы эти пробки заделать абсолютно такой загадочный момент ну и как я написал это непонятный вопрос непонятный момент что зачем на такой высоте действительно делали еще один возможно загадочный момент это потеки на облицовке часто поднимались эти вопросы и много где в литературе тоже можно встретить рассуждаются моменты об этих потеках их их происхождение на самом деле еще в середине 20 века это стало интересно одному из наверно самых выдающихся египтологов пирамидологов если можно так назвать это жан-филипп лавер который очень много занимался изучением пирамиды ему стало интересно что же это такое и взял образцы и выслал в лабораторию 52 году зак искандер проводил исследование 49 году он передал образцы но видимо долго доходит дело до работы или возможно до финансирования жан-филипп лавер передал 4 образца для химического анализа 2 образца из облицовки именно из этих темных непонятных мест потеков и 2 образца из конкретно скрепляющего раствора известкового анализ потеков оказал так и называется кстати статья как пустынный загар так как вывод был сделан что это на блоках конкретно пустынный загар так давайте я прочитаю лучше будет гораздо гораздо качественнее если я прочитаю конкретно цитату из их отчета два куска известняка с красно-коричневой и черной поверхностью было обнаружено что химический красно-коричневый цвет в основном дает оксид железа он настолько плотно соприкасается с поверхностью камня что хотя отличается по цвету но выглядит как его часть он яркий и почти кристаллический его нельзя смыть водой или любым другим органическим растворителем а также удалить его жесткой металлической щеткой это доказывает что он формировался медленно и естественным образом на месте если бы его искусственно нанесли на поверхность камня он бы легко удалялся а также не мог бы быть обнаруженным в кристаллическом состоянии исследования показали что черный цвет в основном состоит из диоксида марганца который также очень хорошо прилипает к поверхности камня он образовался из следов солей марганца обнаруженных в известняке под этой структурой поскольку этот поверхностный слой естественно образовавшегося в пустыне налета в двух рассматриваемых образцах имеет выраженную толщину очевидно что эти части пирамиды должны были часто подвергаться воздействию большого количества дождевой воды первый анализ а второй анализ это был конкретно анализ раствора который использовался при строительстве пирамиды итак результаты анализа первый образец из образец из облицовки пирамиды внутри он почти белого а на поверхности буровато-красного цвета благодаря оксиду железа который скорее всего естественным образом осаждается на месте таким же образом как и налет образующий на внешней поверхности камня самой пирамиды источник солей железа здесь возможно связан как со строительным раствором так и с камнями пирамиды второй образец известнякового раствора из шахты пирамиды он красновато он красновато-белый и неоднородный по составу то есть он содержит видимые частицы разных цветов оба образца гипсовые растворы однако они содержат карбонат кальция кремнезиом оксида железа и алюминия которые являются не искусственными добавками а природными примесями сыре первый образец выводы были сделаны такими что первый образец неравномерно обгорел температура обжига выше 200 градусов в результате чего 33 градуса гипса обгорели и больше не впитывают воду второй образец был должным образом и равномерно обожжен при точной температуре поэтому безводный сульфат кальция не образовался а как видим эти потеки на стенах на облицовке пирамиды это на самом деле действительно имеет место и кстати встречается и у красной пирамиды на облицовочных блоках которые сохранились именно в верхней на верхней части пирамиды мы это можем найти рядом с красной пирамидой красной пирамидой есть несколько прекрасно сохранившихся облицовочных блоков первое впечатление как будто они покрыты какой-то краской которая буквально пригорела но если вы пройдетесь по пустыне можно найти действительно камушки блоки которые с верхней стороны верхняя поверхность этих камней из-за того что большой перепад влаги то есть большой перепад температур утром и ночью имеется ввиду конкретно не обязательно что это в прямом смысле дождевая вода это просто большой перепад температур и вот влага образуется и начинает выходить испаряться через камень и образуется вот такой так называемый пустынный загар так что если в пустыне выходите вы можете найти что камни обнаружить что камни сверху они более темные чем снизу как будто загорели такое действительно наблюдается и имеет место еще такой момент что действительно это наблюдается пирамиде в таких местах где облицовка собственно разрушена или есть какие-то изианы в докшур я несколько раз попадал даже в современное время не нужно ехать на машине времени в древности в современное время несколько раз я бывал там когда падал дождь то есть дожди даже сейчас не редкость я думаю в древности это тоже было не настолько сильно редкостью как мы изначально это могли бы себе представить несмотря на то что это пустыня и хотел бы вернуться к еще одному моменту в детали это как бы решение архитектора я тут добавил бы еще один еще один рассказ небольшой о том что автор о котором я упоминал кит хамилтон он занимается архитектурой и инженерии самостоятельно он исследует пирамиды насколько я знаю он пирамиды никогда в жизни не видел он изучает все только из отчетов каких-то из чертежей что может найти и он как бы создал или описал свою теорию довольно любопытно вы можете в интернете найти его отчет на английском языке ломаную пирамиду он еще описывал в 2017 году где он предположил как бы некую среднюю средний вариант ответа это то что внутри ломаной пирамиды на самом деле находится ступенчатая пирамида и пирамида изначально была запланирована такой какой она есть изогнутой то есть сломанная однако внутри при этапах строительства пирамиды то есть изначально пирамида встроилась этапами сначала возвели некую часть потом ну какие все остальные там великие пирамиды сначала возвели пирамиду потом начали облицовывать как бы ну так считают сегодня официальная наука он также предположил что ступенчатая форма внутри то есть ступенчатая пирамида была изначально построена которая позже была облицована наружной кладкой на чем это он базируется на том что подобная кладка наблюдается у других пирамид это в первую очередь у многих действительно пирамид есть такой подход в строительстве второй момент это то что то что блок некоторые блоки именно облицовки коридора западного он обнаружил что угол наклона другой у них что может соответствовать тому что там идет внутри ступенчатая кладка они изначально 60 градусная как это предположили итальянские архитекторы потому что когда он обнаружил вот эти блоки наклоны он обнаружил что они не совпадают по линии как итальянцы это сделали и соответственно он пришел к выводу что возможно внутри находится ступенчатая пирамида нам известны и другие пирамиды которые строились как ступенчатые здесь вы видите этапы строительства мейдумской пирамиды внутренняя часть пирамида была возведена на скальном основании это зеленая и синяя или голубая части это все на скальном основании а уже внешняя часть желтая уже истинная пирамида была возведена на песке но под него конечно положили вокруг пирамиды большой толстые блоки и известняка как фундамент для того чтобы блоки не съехали то есть мейдумская пирамида была построена вероятнее всего в три этапа первый этап это было 7 ступенчатая пирамида это зеленая 2 этап был 8 ступенчатая пирамида как вы видите пристроили ко всей ко всем граням пристроили ступени и сверху еще одну получилось 8 ступенчатая пирамида причем каждая из этих пирамид она считалась завершенной а в итоге по какой-то причине строители решили из этой пирамиды сделать истинную форму истинную пирамиду облицовали все и получилось собственно мейдумская пирамида уже в полном его виде однако по какой-то причине это все разрушилась так не было связки с блоками это мы можем наблюдать и сегодня хорошо это видно и и сохранилась то что мы видим от полок полосатая часть этого рисунка это то что мы сегодня видим то есть сохранились этапы именно истинной пирамиды желтая часть сохранились этапы как и первого этапа от зелены зеленая часть и 2 этапа вот голубая часть поэтому мы если наблюдаем на пирамиду допустим северной стороны мы можем увидеть здесь грубую кладку потом облицовку хорошую опять гул грубую кладку вот в этом месте и опять хорошую облицовку это такие этапы строительства пирамиды здесь собственно и видите на видовской пирамиде северной стороны то о чем я говорил у нас идет гладкая часть 5 грубая гладкая 5 грубая часть подобное наблюдается и у пирамид спутниц например 2 пирамиды или средней пирамиды у великой пирамиды пирамиды g1d она была построена явно ступенчатым способом то есть начало ступени создавали а потом пытались его уже облицовывать вот когда его разобрали камни растащили сохранилось то что мы сегодня видим вот такая внутренняя явная ступенчатая структура такой же наблюдается и у пирамид спутницу пирамиды микерина это третья пирамида g4 c c это имеется ввиду третья пирамида у спутница у пирамиды микерина с ее южной стороны и не только у спутниц ну и у самой пирамиды микерина тоже это наблюдается кто подойдет ближе к северной грани и посмотрит внутрь вот на северную грань и на эту пробоину которая была сделана еще мамлюками в средневековье можно заметить что здесь вся стена практически вертикально то есть кладки этой ступенчатой такой нет то что мы видим снаружи то есть вертикально стена это имеется ввиду что здесь действительно была пирамида возведена как ступенями большими то есть в одну ступень было несколько рядов кладки которые не выступали и такой момент что это фотография сверху великой пирамиды а к сожалению мы до сегодня конкретно и точно не знаем как выглядела или как строили красную великую пирамиду какими этапами сегодня мы наблюдаем то что то что есть потрясающая пирамида с с маленькими ступенями то есть каждый ряд отступает на самом деле что внутри ступенчатая кладка была лист или сразу такая кладка как мы наблюдаем сегодня это неясно сделали тоже сканирование великой пирамиды еще японцы но какие-то отчеты в этом направлении не были еще опубликованы только некоторые детали связанные с вершиной пирамиды или с отверстиями или пробойной в северо-восточной северо-восточной углу пирамиды здесь видите вот сами возможные варианты как она могла быть построена это которое было предположено исследователями на самом деле как я говорил окончательного ответа нет что пирамид устроили по первому варианту конкретно сейчас речь идет о великой пирамиды или по второму варианту то есть вот здесь как раз наблюдаете вот эту ступенчатую структуру о котором и кейт хамилтон говорит и как по сути было построено построенные пирамиды спутницы миккорина и вероятно мейтумская пирамида или же такими слоями было построено вот эти три варианта которые ищут на сегодня как бы свои ищут ответ исследователей на сегодня не ясно в ломаной пирамиде и до сегодня есть исследователи которые считают что есть некие скрытые помещения в 2016 году была опубликована книга очень интересно на французском языке к сожалению двоих очень очень качественных очень очень образованных и хороших исследователей один из них через тормян он архитектор а другой он независимые исследователи любопытным образом египетские власти их до сих пор всегда допускали к исследованиям пирамид они исследовали пирамиду хефрена великую пирамиду красную пирамиду ломаную пирамиду и медумскую пирамиду и практически о каждой пирамиде они выпустили целую книгу конкретно как архитектурное исследование со множеством рисунками чертежами а к великой пирамиде они прикрепили даже новые детализированные чертежи которых они обновили много информации после итальянских архитекторов и они проводили кроме своих простых исследований и изучение изомеров они проводили еще и микрогравиметрию то есть они пытались обнаружить некие полости внутри пирамид некие гравитационные аномалии был для этого специально создан прибор и по этим аномалиям они пытались обнаружить или определить местонахождение скрытых камер они это пытались сделать практически во всех пирамидах куда их по сути пустили в том числе они исследовали и и ломаную пирамиду здесь вы видите фотографию этой книги которую они написали а здесь результат их фотограмметрической опубликованных исследований они предположили что сделали выводка точнее что согласно фотограмметрическим съемкам некое скрытое помещение или пуст пустота должна находиться между верхней и нижней камерой и верхней камерой значит у нас здесь идет северный нисходящий коридор верхняя камера соединительный проход это мы смотрим сверху на на планировку пирамиды и здесь идет у нас западный нисходящий коридор порт кулиса 2 порт кулиса горизонтальный коридор и верхняя камера и предположили что в этом месте вероятно есть некая скрытая камера помещения приблизительно по середине почему это еще любопытно то что центр пирамиды находится точно над центральная ось находится точно над дымоходом так называемым дымоходом над вертикальной шахтой откуда и было предположено что есть возможно некий вход в закрытое помещение до сих пор этот момент не был исследован физически никто не искал это скрытое помещение или вход в него по крайней мере не было ничего в этом направлении опубликовано в вертикальной шахте внизу я был я не видел никаких лесов если бы кто-то что-то обнаружил думаю там бы стояли какие-то веса или хоть что-то намекающий на то что туда исследователи ходили в 2015 году если не ошибаюсь 2015 году исследователи от университета нагоя начали очень широкомасштабное исследование многих египетских пирамид в первую очередь они сосредотачивались на великой пирамиде но для того чтобы тестировать оборудование это новое и современное нужно было на какой-то пирамиде начинать в конце 15 года по сути уже в то время книга дорме она уже она вышла просто издание но написано было что 16 год в начале 16 года они по сути опубликовали но информацию об этом они уже давали ранее о своих наблюдениях университет из-за ногой я проводил мионное исследование где частицы с космоса они падали буквально на на специальные пластины на специальные пленки виде поверхности с помощью которых они пытались обнаружить пустоту или пустое пространство над собственно над этими просто пластинами на самом деле исследование в египте вот скан пирамид project которые вы сейчас видите фотографии на слайде фотографии на слайде присутствовал или работала три отдельных команды независимо 2 японские отдельные исследовательские институты они получили на это официально конечно разрешение и отдельно французский но они в основном работали в великой пирамиде а тестировали только одна команда тестировала оборудование в ломаной пирамиде они разложили пластины в нижней камере для того чтобы собственно попытаться обнаружить вот скрытое помещение которыми говорили и предположили верх арте доме он предположили что есть между двума камерам здесь вы видите голубым выделено то та область которую получилось им как бы просветить ионами в течение определенного времени эти пластины стояли в нижней камере тогда пирамида была закрыта для посетителей ну и собственно через некоторое время они собрали эти пластины их проявили и данные выслали в лабораторию для анализ оказалось что на самом деле никаких пустот в этом месте нет по крайней мере каких-то больших как это предположили французские исследователи архитекторы не обнаружилось поэтому было заявлено в то время что никаких никаких пустот внутри неизвестных нам в пирамиде нет а хотелось бы подчеркнуть на на будущее что именными следования можно исследовать только то пространство которое находится над пластинами то что вокруг или под нем и он и пластины не воспринимают то есть лучи падают конкретно с космоса на сеносферы падают конкретно на уменные пластины поэтому угол который получается исследовать вот такой небольшой например у пирамиды хефрена когда исследовали угол если не ошибаюсь было 19 или 20 градусов всего то есть в этом узком пространстве но над пластинами ничего не удалось обнаружить а все что вокруг в этом пространстве чем дальше это тем меньше информации пустотах или что может находиться в этих местах то так что собственно таким образом японские исследователи подтвердили то что французы в своих версиях были неправы однако вопрос остается открытым так как физически это доказано не было и многие даже официальные исследователи верят и или уверены в том что гробница возможного фараона снофру еще скрыто внутри пирамиды в пирамиде должны быть некие скрытые помещения об этом мы к сожалению до сегодня еще не знаю и в заключении хотелось бы сказать несколько моментов это так как мы три больших стримов просмотрели и рассказали и поговорили о ломаной пирамиде это то что за 200 лет на самом деле было сделано очень много исследований действительно гигантский титанический труд был сделан археологами инженерами для того чтобы изучить сломанную пирамиду и данных на самом деле очень и очень много собственно я все эти данные пытался вам рассказать о красной пирамиде даже близко столько данных нет поэтому и не получилось только всего вам рассказать окончательных выводов как и этапов строительства пирамиды и предназначения до сегодня нет они считают что это была гробница и фарона другие считают что это я говорю только сейчас официальной точки зрения что это некая вот ложная гробница то есть конкретных выводов нет как и того что когда конкретно было построено то есть во время правления снофру на каком этапе и почему все таки его закончили это все открытые вопросы как и символизм или модификации пирамиды были ли имели ли место какой из них не решено ну и само конечно предназначение все эти вопросы остаются открытыми и как я говорил для того чтобы действительно понять назначение пирамиды возможные строительные этапы когда она была построена нужно учитывать абсолютно все те моменты о которых я говорил и таких моментов гораздо больше кому будет интересно предлагаю сделать себе скриншоты можете прочитать поискать литературу будьте готовы литература здесь на 5 страниц более 40 источников было использовано для того чтобы вам это все рассказать поделиться и и ну как сказать поделиться мыслями мнением и чтобы вы видели объем этого всего сколько тут много чего было уже сделано и так вся литература который была использована и я на этом пожалуй все спасибо вам за терпение внимание за ваши вопросы замечания в комментариях прошу прощения если где-то какие-то слова неправильно выговаривал это не мой родной язык и спасибо вам что интересны загадки пирамид мне тоже интересно и хочется понять для этого я собираю и собственно те все данные о которых я говорил и считаю что только использованием данных можно делать какие-то шаги в их разгадку разгадывать что-то до того как не был поставлен вопрос и не было собрана информация трудно для этого нам нужно разработать как следователям нужно разработать разные варианты произошедших событий к сожалению должен сказать что какие официальные историки они разрабатывают один вариант своих возможных событий альтернативные историки разрабатывают только свой единственный вариант возможных событий возможно таких произошедших событий есть варианты ответа могут быть пять шесть десять а то и сотни поэтому предлагаю все варианты просматривать исключать в будущем но только после того как они все будут рассмотрены спасибо еще раз так ну у нас накопилось несколько вопросов не очень много как ожидалось но думаю минут 15-20 мы должны уложить начнем ведутся ли работы по расшифровке иероглифов древнего царства и кто-нибудь в ла и вообще этим занимается конкретно в ла и расшифровка иероглифов никто не занимается по крайней мере насколько мне известно возможно я ошибаюсь надеюсь тогда у меня отправят расшифровка иероглифов древнего царства это все уже осуществилось и египтологи справляются прекрасно с прочтением древнеегипетских текстов в том числе и текстов древнего царства то и если вдруг какие-то моменты а таких моментов действительно много которые не до конца понятны это это еще не значит что они неправильно переведены они правильно переведены только нужно понимать что языки абсолютно разные мышление языковое мышление отличается от нашей поэтому подобрать слова нету идентичных слов в русском языке идентичных египетскому поэтому если есть кто-то неважно это египтолог не археолог исследователь любитель кто говорит что он умеет читать говорить переводить египетский язык знает египетскую грамматику можете этому человеку абсолютно не таких не существует и это абсолютно неправильно так говорить мы можем перевести на русский язык или на английский или там на какой угодно язык и египетские иероглифы перевести но это будет не перевод на интерпретация тоже не интерпретация рассказ того что было написано на египетском языке своими словами не как по-другому потому что у нас аналогичных слов аналогичных выражений практически нету ну как например в египетском языке нет практически нет глаголов и представьте себе сейчас язык в котором нет глаголов таких моментов очень и очень много поэтому конечно есть много много трудностей и не так просто это все переводить как в других древних как работать с другими письменами другими языками однако тексты переводятся а для того чтобы понять смысл это очень важный момент потому что многие читают египетские переводы книги мертвых тексты саркофагов тексты пирамид какие-то религиозные тексты и конечно они с трудом по ним можно их понять или вас вообще непонятны это такой простой причине что мы не владеем у нас нет бэк граунда у нас нет фундамента информации для того чтобы понимать что там написано не нужно и это не делает вывод о том что перевод плохой перевод от этого не может быть не обязательно плохой и конечно по этой причине будут отличаться переводы друг от друга один перевод будет на английский переведен другой на русский или два разных переводчика два разных египтолога переведут тот же самый текст на русский язык и не будут по-другому переведены очень просто по той причине что и у наш язык не подходит под древний язык мы пытаемся просто рассказать своими словами то что древние написали первый момент второй момент если мы не являясь специалистом допустим в математике и прочитаем книгу по высшей математике мы ничего не поймем и можем сказать математике который написал эту книгу что он ничего не понимает математики потому что мы ничего не поняли когда прочитали его это на самом деле не так и это глупость полный если вот делаем такой а этот математик владеет большой информации это мы не владеем информации для того чтобы понимать что он там написал и поэтому если мы обладать обладаем информацией нужной нужным слоем а таких деталей из того чтобы понять очень часто я бы сказал практически всегда для того чтобы понять смысл одного слова не предложение просто одного слова египетском языке иероглифики нужно знать десятки сотни цитат каких-то из каких-то других мест где идут намеки о том что как увожу значит каково же значение конкретно этого слова что здесь имелось ввиду и когда все эти детали исследователи они знают и учитывают они его естественно переводят но они же не могут зашифровать в одно слово чтобы вы владели со всеми мифами которые стоит за это и за этим словом собственно поэтому и создаются такие трудности с чтением вот древних текстов так что текст древнего царства читаются есть непонятные моменты есть изъяны то есть не были найдены те мифы эти фрагменты в которых уточняется то или иное слово но общая картина и переводы это все работает этому служит доказательством в первую очередь то что есть тексты которые перри бытовые простые тексты сказки рассказы стихотворение бухгалку бухгалтерия все что угодно простые бытовые тексты письмена написанные мертвым людям которые за которыми скучали письмена которым пытались оскорбить одни и другие они прекрасно читаются они прекрасно понимаем и то есть это все написано таким же языком и все понятно если мы правильно переводе простой бытовой текст значит мы ритуальные культовые текст правильно переводим только у нас не хватает знаний и умений для того чтобы их понимать не зря есть в храмах священники сегодня в христианстве и в других религиях которые поют помогают понимать священное писание потому что у нас не хватает для этого знаний следующий вопрос сергей код камни какого размера и какого качества внутри пирамиды и проводился ли расчет модели пирамиды по прочности и по прочности грунта под ней расчет по прочности никто не проводил насколько я знаю модель который вы видели создавался для того чтобы желающие могли сами это провести кто умеет это делать я надеюсь такие найдутся и это огромный труд по созданию модели не не зря был сделан насчет размера блоков я вам сказать не могу так как в отчетах не было описано тем если идет речь о тех блоков которые удалялись из верхней камеры я только судить могу по по фотографиям в отчетах нигде не описывались размеры этих блоков единственное что писали что они большие а судя по фотография мест и по фотографиям и что мы там видим какие между ними стыки и знаем какой объем какой размер камеры блоки не маленькие вопроса от романа не могли ли все эти изменения запечатанные западные кулисы соединительный проход скрытие пола укладка деревянных балок и последующие их заделка быть сделаны фараоном а пирамида гораздо старее ну то есть пирамида как бы было уже а фраун сделал какие-то изменения возможно он мог это сделать я не исключаю единственное что в этом случае тогда у фараона был чертеж и фараон обладал серьезными знаниями в том чтобы найти точно куда прорубать соединительный проход и все вот эти моменты ну и конечно сложить пол такого же качества как и сама пирамида поэтому может быть этот фараон обладал такими знаниями и умениями какие остальные единственное что надписи карту фараона как и снаружи так и внутри были оставлены и на блоках вы оставлены в таких местах куда со времени строительства вообще пирамиды никто абсолютно не имел доступ когда нашли надпись допустим снаружи восточный юго-северо-восточный и северо-западные угловые угловые блоки они подкопали под блок то есть под блоком там ничего нет и никто пирамиду вокруг имею ввиду с древности не расчищал максимум если расчищали в древности мы можем предположить что до основания однако надписи карт уж и надписи оставленные строителями ну и том числе имя фараона было оставлено на угловом камне совсем внизу практически под блоком куда ну не было смысла абсолютно никому копать максимум если они хотели разбирать пирамиду но если разбирать уж тогда точно не будут подкапывать под блоки вот а его обнаружили конкретно когда подкапывали поэтому или тот который строил фараон он был ровесником строителей пирамид или мы что-то здесь вообще не знаем вопрос задает марк крахе вот изменение наклона грани пирамиды может быть дело в том что решили изменить само устройство для изменения параметров его работы возможно вот я думаю это самое прекрасное предположение потому что изменения которые мы видим как и внутри так и снаружи все эти пристройки если мы допустим что действительно было что-то и они хотели предположим что это какое-то устройство и они экспериментировали или искали какие-то решения чтобы устройство или изменить свойства устройства так-то вполне конечно это абсолютно допускается поэтому может быть есть две системы помещений и все эти моменты которые наблюдаем я допускаю спрашивать николай планируется ли поиск полостей внутри пирамид хотя бы в перспективе видимо имеется команда лови но мы можем искать полости внутри пирамид только если мы получим разрешение чтобы получить разрешение у египетских властей на подобное исследование это на нужно годы кроме этого деньги и связи это просто так не сделать ну и конечно это должно быть в рамках не просто так что поднял руки я он даже я пришел сделать исследование это должно идти от конкретно связано с какими-то исследовательскими центрами большими научными университетами которые могут подать подобное заявление если это имеется ввиду лай и пирамид скан project занимается сканированием великой пирамиды были обнаружены две полости внутри великой пирамиды оборудование было перенесено для того чтобы уточнить вероятнее всего размеры этих полостей их локализацию полости их локализацию однако после последнего и последней публикации с 2018 года они больше ничего не публиковали а их оборудование стоит великой пирамиде для меня загадка почему это было приостановленной или по крайней мере или при препятствии этому к вид карантин или в чем-то другом проблема и не знаю возможно ждут на какие-то такой вопрос если облицовку снизу хорошие верху плохая может ломаная пирамида была такая же как пирамида в медуме как башня а потом ее только застрели может быть потом я ничего не могу сказать сожалению так пан тадеуш спрашивает расскажите пожалуйста что стало с разобранными блоками качественного многослойного пола в верхней камере и если какая-нибудь информация по поводу пирамиде он по поводу пирамиде он и информации нет что осталось с блоками к сожалению ничего не известно очень было бы интересно их посмотреть как и не как и неизвестно где находится сегодня пробка или дверца которая закрывала западные нисходящий коридор все это хотелось бы очень посмотреть но к сожалению нигде никакой информации нет где она находится раз уж нигде не пишет могу только предположить что их просто выбросили где-то и уже где-то застроили или вообще увезли с этого места на непонятно для каких целей вокруг к сожалению вокруг ломаной пирамиды как рядом с восточной стороны красной были сложены облицовочные блоки в некий там кучу или и огорожены хоть как-то и обозначена территория этих облицовочных блоков рядом с ломаной пирамидой такого не было не видно кроме собранных данных если какие-то реальные выводы исследования хотя бы на уровне теорий исследования и выводы я вам сегодня как раз пытался рассказать на на этом все я другие исследования и выводы рассказать или теории не могу а твоя личная версия моя личная версия здесь я у меня нет версии я не могу предположить даже ничего к сожалению еще вот такой вопрос сотрудничаете ли вы с андреем плакси нам в плане повторения архитектуры пирамиды 3d нет не знаю кто он такой не сотрудничаем ну собственно по теме вопросы всякие кроме общего вопроса предполагаемое предназначение пирамид на ваш взгляд по моему на этот вопрос уже отвечали бесконечно вот так как пирамиды расположены на ограниченной территории они вероятнее имеют общие черты между собой конкретно великие пирамиды общие какие архитектурные инженерные черты можно предположить что это что пирамиды имели некое техническое назначение я абсолютно не не исключаю какое предназначение в рамках течи технического я сказать не могу и даже допустить не могу есть разные версии но к сожалению все эти версии они на самом деле это как сказать но даже не знаю раз ящик похож на саркофага значит ящик это саркофаг но мы просто на таких выводах или не знаю настольная лампа похоже еще на что-то и значит это что-то тоже настольная лампа мы не можем такими идеям лять к сожалению большинство версий которые выдвинуты исследователями альтернативной истории ну я не могу всерьез рассматривать так как я не вижу у них базы информации они не пользуются той информации о котором я вам рассказал в течение трех стримов если бы они владели со всеми этими информациями и дали бы ответы на все эти детали почему это так тогда можно было бы эти версии рассматривать я таких версий к сожалению не знаю поэтому вся эта точность умение построить и все все эти детали говорят о том что те которые строили это умели делать и возможно эти пирамиды имели некое техническое назначение или такое назначение которое мы которые мы сегодня не понимаем как и многие египетские тексты мы не понимаем когда их читаем вот пирамида это один из тех текстов просто это в сооружении которые мы не можем пока прочитать подоспел еще один вопрос что делать дальше если предположить что полости в пирамидах будут найдены вот нашли мы полости и час с ними дальше делать но это вероятно вопрос к тому человеку который спросил чтобы не нужно ли то есть будем ли искать полости найдем полости и что дальше я поэтому говорю что все эти исследования в рамках вот дополнительных вот каких-то вот таких моментов нужно сначала собрать то что мы уже то что уже было сделано и попытаться с этим разобраться они распиляться вот мы пока распыляемся нужно собрать все данные и с ними работать попытаться с ними что-то сделать там данных на самом деле очень много прекрасное предложение человека который написал комментарий насчет исследования вот нагрузки на почву и все вот эти моменты я бы очень хотел чтобы кто-то провел так провел такие исследования было бы прекрасно если какая-то связь между такими объектами типа шахта осириса с пирамидами возможно есть вокруг практически каждого комплекса есть или на территории комплексов есть шахты недалеко от медумской пирамиды было обнаружено подобное подобная шахта небольшая в до шоре между двума пирамидами недалеко также были несколько шахт обнаружены на платоги за это ни для кого не секрет что там полно полно шахты но и считается египтологами даже было предположено что шахта осириса каким-то образом может быть связано с великой пирамидой поэтому это все не исключено вопрос он нашел мне у меня вопрос 3 вопрос такой да суданский рядом судан сегита вот там есть пирамиды они такие остроконечные где-то как раз на и примерно 60 градусов как первый этап строительства ломаны ты не помнишь когда они были построены могли ли суданцы посмотреть на этапе строительства носу суданские пирамиды были гораздо гораздо позже построен но это уже конец это не помню третий переход третий переход переходный период это между средними то есть между новым царством и уже практически греко римским периодом могу ошибаться я сейчас не помню точно то есть это гораздо позже уже ломаная пирамида должна была стоять полным ходом а вот этот период строительства 60 градусов они изначально закладывали что будут наращивать облицовку на него или предполагалось такая вот пирамида есть есть такой момент который но которые дают египтологи о котором практически нигде не пишется однако пишется допустим текстах в тех же текстах пирамид это сейчас как бы не имеет отношения к тому что это гробница возможно это некое совсем другое что-то преобразователь не знаю человеческого человеческой плоти в звезду я не знаю но есть такой момент что нигде все пирамиды где мы наблюдаем то что пристраивалась пирамида джосера примите джосера есть конкретно виден этап на строительство и каждый этап строительство который наблюдается он был пристроен таким образом что предыдущий этап не трогался то есть если блоки были сложены и их никто не разбирал эти блоки чтобы связать наружную кладку надеюсь понятно объясняю то есть были сделаны облицовано возможно или выровнена потом строитель по какой-то причине мы причины как бы не знаем мы видим сам факт по причине того что было внесено изменение идея поменялась или непонятно что случилось пристроили другой другую часть но ту часть которая была не трогали то же самое мы наблюдаем в мид уме ступенчатая пирамида построена его облицовку выровняли после этого пристроили другую облицовку было бы разумнее если бы это делали архитекторы но с нашей точки зрения по крайней мере разобрать хотя бы облицовку чтобы как-то сцепить камни друг с другом чтобы они не просто гладкой поверхности они же не клеили ну максим то может раствор какой-то был не знаю вот а этого мы не видим и то же самое видим видно и у ломаной пирамиды ну по крайней мере в нисходящем коридоре и в одном и другом есть периферийные швы никто ник ничего друг с другом не не сделал не делал никакие стыки то есть какие-то перегородки чтобы было поверхность больше более больше поверхности соприкосновения этого не было сделано а конкретно вот точка зрения мышления вот древних египтян согласно по крайней мере текстов мы знаем что пирамида это по сути как бы тело это не то что тело это физически и есть сам фараон это мы сегодня представим что это там гробница там и что-то другое для них это было некое тело сущность ник что-то она не отличима от него это не что-то другое от него это не его гроб это он сам поэтому они его в тексте называют что там такой-то такой-то и есть осирис или пирамида это и есть осирис если это его тело они пишут не могут нарушить его целостность нельзя его трогать поэтому они максимум имеют право пристраивать снаружи это то что объясняет по крайней мере вот официальная наука почему во всех этих всех этих моментах мы наблюдаем вот конкретно ничего не разбирали просто как же ремонта а следы следы ремонта это они ремонтировали тело сверху ну они выбирали то есть они сами цел эти блоки они не трогали они ремонтировали трещины на этой те на этом теле конкретно это уже немного другое но сама целостность тела они не нарушали то есть не убирали оттуда блок по крайней мере я говорю так так объясняется на основании конечно это не на основании философия на основании текстов как долго не придерживаются этой традиции они всегда этого придут мы за мы знаем мы знаем же не всего удачи щербатый пол напомню что за пирамида где полностью разбомблена весь пол почему почему не починили до сих пор пол пол где у базальтовый пол нет ни внутри пирамиды в камере красной пирамиды красной пирамиде верхней камере разобрали а так это уже позже было это не они разбирали это уже позже кто-то развивал новые новые наше время это уже в новое время ну возможно в среднем царстве мы мы знаем что допустим в среде в среднем царстве уже тексты из пирамиды у нас а уже копировали то есть уже люди в среднем царстве они уже входили спокойно в пирамиду у нас а она там уже ничего не было ну вероятнее всего ничего не было и оттуда уже тексты копировали куда-то и переписывали вот сейчас спрашивают а нет ли какой-нибудь информации по поводу доступа к первым к пирамиде завет и ариане не планируется ли в обозримом будущем переезд оттуда военной базы насчет военной базы переезжать или нет это я не знаю мы планируем туда попасть надеюсь в будущем туда не так просто получить разрешение возможно получится у нас это сделать официально туда проникнуть ну есть наработки готов в этом направлении конечно это официально как пирамиды называется по египетски но я не знаю о том что как называлась ломаная и красная пирамида в переводе на русский язык я говорил на прошлом на прошлом стриме поэтому там там это все есть а а сам знак пирамиды она и выглядит пирамида небольшой треугольник довольно такой высокий похоже чуть на пирамиды возможно суданские то есть такие более остроконечные и под ним небольшой такой фундамент это сам знак его читают египтологи как мер происхождение этого знака перевод и смысл самого знака к сожалению неизвестно до сегодня то есть какие-то там наработки может есть но конкретного конкретно никто на сегодня к сожалению не знают таких знаков в египетском в древнеегипетском древнем царстве допустим 900 около 900 иороглифов конечно не все знаки нам известны их конкретный смысл что они обозначают перевод то мы их знаем но сам по себе знак что обозначает какой предмет или что это такое нам непонятно непонятно не все все вопросы антаж смысловые вопросы все как когда мы анонсируем следующий стрим ну следующий стрим ближе ближе где-то в марте может в конце марта до тех пор будет надеюсь одно и видео если кто смотрит расскажу о базальтовых полах возле пирамид еще других местах в египте постараюсь сделать есть довольно интересные информации о них и хотелось бы поделиться так что это будет следующие крайне мере от меня а потом вернемся к пирамидам сделаем если кому будет интересно и хочет выбрать было бы очень хорошо сделаем опрос не знаю там вконтакте вероятно сделаем вопрос о том какую пирамида бы рассматривать в следующий раз на выбор можно будет пирамиду хефрена пирамиду микеррина и пирамиду вабура ваша или мейдомскую пирамиду великую пирамиду мы не будем трогать потому что там там можно стримы проводить на годы там очень много материалов по другим пирамидам просто меньше информации ну там чуть меньше по великой пирамиде там тысячи книг там там очень много поэтому к нему мы подойдем под конец что-то еще анонсировать хочешь поездку тебя в мексику будет уже да точно у кого есть желание возможность есть еще места можно записаться на путешествие совместное а тур села и совместное путешествие в мексику она начинается 18 марта так что кому интересно присоединяйтесь также уже на сайте а тур с вы можете найти информацию о путешествии в в перу возможно в боливию в грецию в мексику ну и конечно в египет что касается летнего семинара ты собираешься приехать до надеюсь надеюсь буду если не будут никакие поездки там срочные то конечно но в скором времени вы должны вывесить объявления кажется ты записал небольшой небольшое обращение до разговора вывесит ну предварительно можно сказать что семинар планируется провести с 1 по 7 июля 22 года можете присылать уже заявки на почту семинара семинар собака лох точка ру собственно небольшие объявления уже были предварительные анонсы и на форуме лое и и в соцсетях вы можете индивидуально прислать в личку администратору ну и в завершении еще один вопрос спрашивают у тебя был тур по храмам египта планируется ли планируется ли главный стрим по результатам или это просто был такой туристический маршрут но это не был туристический конкретно маршрут это мы ездили по храмам где очень редко и бывают или мы или бываем или же мало времени совсем на них выделяется мы старались набирать базу как бы данных фотографий обращать боль первое первую очередь внимание на изобразительное искусство надеюсь скоро на канале лай будет выставлен выложен мой доклад изобразительном искусстве в египте вот некие такие азы в этом направлении чтобы хоть как-то немного посмотреть как как же смотреть на эти изображения так что там уже вы много информации в этом направлении сможете найти ну а в этом году будет надеюсь снова поездка по храмам так что к этому тоже можно присоединяться конкретно стримов об этом не планируется пока в первую очередь акцент на пирамидам и на данный момент просмотрели три пирамиды остались еще пять спасибо еще раз повторимся что продолжается сбор средств на вторую часть фильма истоки вечности вот пока дело идет со скрипом но понемногу средства собираются все кто имеет возможность и желание интерес поддержать любые доступные для вас варианты описаны вот этим стримом благодарим андерша наталью за вопросы всего доброго а у меня прочтите вопрос о песках я пропустила не знаю если повторять сейчас быстренько этот вопрос о каких песках ну давай там очень интересный вопрос не не знаю я пропустил продублируйте вопрос про пески до марк продублируйте пожалуйста своего пусть а вот я и она может я нашел на следующий средств марк пишет интересное наблюдение для вопроса на снимке со спутника границы песков подходит как раз по территории пирамид с чем это может быть связано граница песков доходит на снижение пирамиды граница песков подходит как раз по территории пирамид а имеется ввиду видимо что все пирамиды в общем-то расположены как раз по краю пустыни западную но потому что они расположены не в долине а на вершине ну да именно на песке на на вершине на вершине каньона ну как бы нил за многие там тысячи сотни тысяч лет она промыла дорогу некий каньон подали по известняковому плато вот в нижнем египте ну и собственно пирамиды они расположены на верхушке то есть они не в горах они принципе расположены на уровне ну как сказать на уровне горизонта вот буквально ну вероятно ломаная пирамида расположена 40-50 метров над уровнем моря так что это естественным образом сюда до этого места доходит пустыня а внизу зелень где собственно располагались пирамидные храмы рядом заканчивался место где до то какого места нил разливался в прошлом ну пока не построили ансуанскую высотную плотину вот до того момента нил разливался и по сути за заливал всю долину с обоих берегов все спасибо еще раз прощаемся италия антраш да спасибо всем большое спасибо слева на большое спасибо до скорых встреч пока